Меня зовут Виталий Дюндик, я являюсь собственником и генеральным директором интернет-агентства Сабит. К слову, а кто знает наше интернет-агентство, поднимите, пожалуйста, руки. Понятно, хорошо, значит, остальные узнают, это тоже замечательно. Да, давайте я начну с того, что в двух словах расскажу о Азбаке. Мы работаем с 2007 года, уже скоро в январе нам исполнится 11 лет. Кстати, компания работает 35 сотрудников, с одной стороны, это не так много, но для нашей сферы и нашего образца это немало, поэтому наша компания в свой день является одной из крупнейших информации в обществе, которая работает на рынке. В первые 7 лет мы занимались созданием сайтов, а также в последние 4 года мы отказались от разработки сайтов, сфиксировавшись на продвижении и рекламе, потому что технологии развиваются в такой скорости в области строения, в области рекламы, что поспитизативно за другим качественным делом, что в организме нам показалось, что в отношениях, мы, кстати, в социальных условиях жилеем не настоящий, мы занимаемся сайтовой актузации, контекстной рекламой, очень активно набирают обороты рекламы в двух путях, а также баннерная, чтё-реклама, но в общем, мы занимаемся анализом всего того, почему все это рекламные приводят. Мы работаем преимущественно с самарскими компаниями, клиентами, малого среднего бизнеса, у нас больше новых клиентов, ну и на протяжении всего этого периода я являюсь в обществе в этом агентстве, поэтому прошел огонь воды, это трубы, продолжаю проходить, мне кажется, что в роли собственники, это такая-такая-такая бесконечность, просто с вами той порции, да, которую мы получили. Итак, тема моей сегодняшней презентации, почему многие компании недостаточно прибыльны, и очень логично в этой точке задать вопрос в зал, я прошу поднять руки через вас, кто вот так субъективно считает, что ваша компания недостаточно прибыльная, даже если вы наемный сотрудник, это неважно, просто интересно у вас. Давайте проведем тест на сверху, а поднимите руки тех, кто считает, что ваша компания достаточна прибыльная, сумма сойдется или нет, не сходится, да, то есть есть еще определенное количество неопределившихся, руки подняли на первый вопрос, примерно 50% по аудитории, вот. Конечно, вопрос задан нечетко и субъективно, сделано это специально, условно, вот даже для моих знакомых есть такие, у которых их прибыльность составляет 30-40% от оборота, все, кажется, недостаточно прибыль и субъективно. Вот, они ставят все более важную цель, поэтому они тоже подняли руки в основном, вот, в ситуацию, да, такими. Но мы все же будем общаться о более реалистичных ситуациях, когда на протяжении многих лет, собственно говоря, прибыль компании где-то, какая-то, около нуля, она фактически мала, и у вас есть ситуация, что компания работает в минус. Ну, глобально, если это все перефразировать, то мы говорим просто о той ситуации, что вы как собственник, работая, занимаясь бизнесом, выкладывая очень много времени, сил, энергии, рискуя, на самом деле получаете в ответ, так что, это растение, которое не привязливо и не соразмерно, чем вам объемом сил, которые выкладываете, собственно, что же в этой ситуации сделано. Также я говорю, что моя презентация, в первую очередь, будет полезна тем, чьи бизнесы относительно небольших размеров, я бы сказал так, что где-то от 3-5 человек, или 50, потому что мне кажется, что вот то, про что я буду рассказывать, бизнесами, у которых количество людей уже выше, должно быть внезрено и реализовано, значит, сложно понять, как они продолжают свое функционирование и в дальнейшем развиваются. Однако вот как раз бизнесов малых размеров, я рисую большие пропушевки с этим моментом, и вот если, может быть, меня слышно согласиться, и после этого набраться энергии, сил, чтобы работать, надо вопрос, о котором я буду говорить, то я уверен, что с той презентации я смогу сократить, так сказать, ваш путь до более благополучного у нас состояния на несколько лет. По крайней мере, я 8 лет думал иначе, не обращал внимания, мне понадобилось 8 лет. Пока мы запрещентировали презентацию, мы поняли, что одна еще более масштабная, успешная компания 11 лет до этого момента. Поэтому, собственно говоря, встречаем, я не буду долго стоить и скажу, что, на мой взгляд, ключевая проблема, почему многие компании на самом деле прибыль, состоит в том, что мы как собственные руководители занимаемся, и вот это один из причинных продуктов, зачастую всем чем угодно, бизнес-идеями, продажами, маркетингом. Нам очень нравится, нечаствовать разработки новых фирменовых стилей, или сайта. Мы хотим, чтобы участвовать, но мы не считаем деньги. Поэтому, собственно говоря, сетка на всего и тезис моей презентации максимально прост и очевиден. Да, он называется в оригинальном стиле в духе капитана очевиден. Однако, да, проблема в том, что то, что чуть просто, а, понимаем, гениальный способ, да, на деле есть много проблем за то, почему это реализовывается. За то, чтобы вы с вами поняли, о чем я говорю, давайте я тоже немножко подиагностирую вас. Ну, я прошу вас поднимать руки, не стесняйтесь. Вот. И давайте, например, первый вопрос. Кто из вас чувствует средство не только по движению, но и по начислениям, и вообще, как вы хорошо понимаете, чем начисление отличается от движения? Давайте посмотрим. Посмотрим. Прекрасно. Кто из вас сейчас про себя знает размер прибыли, да, вся бремень, в своей компании, которая законит, да, весь день, а, либо, не обязательно прям знает, но может открыть там планшет, или буквально за минуту найти, то есть это, так сказать, аккуратненько, готовлено, ага, хорошо. Кто, соответственно, точно так же наизусть или быстро за одну минуту знает, что за 9 месяцев года произойдет. Так, прекрасно. Динамику год к году. Отлично. А интегральные показатели вот видны, например, в кубинке, например, это доход, это прибыль, а то есть это стоит. А в ритейле, например, это, насколько я знаю, доход и прибыль. Это как раз влезут. Прекрасно. Ладно, не буду вас мусить. На самом деле, удивительно, что руки поднимаются. Я ожидал, что будет месяц. Но, слава богу, сценарий, что весь зал поднимется, руки... Прекрасно. Работал, да. Хотя, как ни странно, вот то, о чем нам рассказывает, рассказывал сегодня, я подханки, не говоря о том, что это... А, в принципе, в принципе, многие люди их не знают. Вот. Надо что-то показать. Собственно, свою презентацию я схожи, так сказать, не разбору, не конкретно показать о том, что надо измерять, как измерять. Хочу как раз рассмотреть некоторые влоги и впечатление нарушения в субботу и в пунктах введения управления субчета. Именно так он называется компанией. На мой взгляд, именно это является не всего осталось для того, чтобы ваши интересы выжили. Ну, собственно, заключение номер один состоит в том, что некоторые питаются люди, что, собственно, их там может заниматься вот таким финансовым учетом и экономикой предприятия. Просто вот надо еще сейчас закрыть несколько проектов еще вот месяц, два, и я вот точно за это возьмусь. Вот. Такое бывает. Вот. Это такое постоянное состояние, когда из года в год надежды они питаются, но ничего не реализовывают. На мой взгляд, первое, что надо сказать здесь, что это первое, что я предложил признать, собственно, сам наручно всем этим заниматься не может. Почему? Потому что в принципе природа деятельности такова, что график работы, режим работы крайне ненормирован, что состояние работы находится в высоком таком функциональном напряжении, когда постоянно есть много вопросов и намного большим ответом, есть состояние неопределенности. Здесь есть полно очень эмоциональное восприятие тех фактов событий, которые происходят. То есть тут вот что-то хорошее и мы резко радуемся, а потом что-то плохое и мы резко грустим. И это совершенно как бы инфекционно ненормально с деятельностью и системной по подсчету, учету и работе с финансами. И да, в которой я работаю, я могу вспомнить только одного клиента героического, который наручно ввел, работал с огромными Excel-таблицами. Вот, это, можно сказать, такой бизнес-проект. Поэтому первое, что бы я предложил, это понять, что сами вы этим заниматься не можете. Второе, кто-то думает, что финансовые картины у меня заведует бухгалтер, раз он есть, соответственно, значит, все как бы у меня в порядке. Но здесь тоже надо сказать, что это большое допустение и миф, потому что, по крайней мере, в нашей стране, я уже не буду говорить, но однозначно бухгалтерский учет, во-первых, очень сильно отличается от управленческого учета, и в принципе он существует в первую очередь для взаимношения между компанией и государственной налоговой и прочим констанцией и задать бухгалтерам соответствующими жесткими планами, регламентами и ограничениями, боевременно делать разного рода расчеты, отнесения и прочее. И в этом плане само мышление как бы бухгалтера не очень заточено под управленческой территории, которая, честно, более в этом плане портика, в больших компаниях строительным учетом занимается финансовый директор, но в бухгалтерии занимается главный бухгалтер, и так вот это делится. Поэтому это опять же редкое исключение, все возможно, возможно, что есть такой отличный бухгалтер, который умеет заниматься одновременно с управленной бухгалтерией, но в общем это опять правило, который стоит расчет. Ну и соответственно отсюда возникает вопрос, а кто же будет заниматься учетом? И как найти того подходящего сотрудника, который может брать на себя этот пункт? Собственно, здесь возникает с ней сопряженная вторая сложность. Эта сложность связана с тем, что как я могу доверить свою информацию кому-то еще? где-то совершенно вопрос. И опять-таки вот момент вот эти две сложности кстати нет, они все три сложности вот так говорить и вот опять-то мне бы хотелось максимально четко сказать, что вот вы должны сделать выбор сознательный. То есть если вы не продвигаете, если вы принимаете позицию, что вы готовы доверить, что вы готовы соответственно найти человека, то с вероятностью 99,9% ничего у вас не вынесло фактически. Как бы вы находитесь перед выбором о том, чтобы еще годами не менять, соответственно, не понимать, что происходит в настоящем вашей компании или все же попробовать, попробовать и вдруг получится. И вот с этой сложностью я считаю, что, а я отметил еще раз, что моя презентация больше направлена на небольшие компании, то мне кажется, что это скорее некий такой вот в голове визионный тик. И на самом деле за счетные конструкции, которые есть у вас, они не таких масштабов, не таких размеров, чтобы там нестигно богатства и нестигнеть. Понятно, что это надо делать аккуратно, безусловно. То есть я не хочу сказать, что нет, ничего секретного надо вот любого человека пробуй меня и ратирую его. Нет, безусловно. Безусловно, все мы понимаем, что надо очень трепетно и обратно выбирать человека, кто будет заниматься этим вопросом. Тем не менее, нужно решиться, начать доверять и вот тут-то как раз вернуться к вопросу, кто же может этим смазать. Если говорить о том, что я вижу на практике, то одно из таких решений не системных, которые подходят к компании, тем не менее, в ряде организации такое бывает введение, что компания возглавляет один человек, а его вторая половинка, муж или жена, берет на себя пункты учета, потому что отношение к семье позволяет это сделать и соответствующие черты характера человек материнка, античный, склонный работать с этой информацией. В этом случае может быть. Тогда и все останется в семье и куда выносить это не надо и вопрос доверия в общем-то я надеюсь будет решен. Но тем не менее, в общем-то это редкая ситуация и так как сейчас ее вижу. Поэтому конечно же нужно найти наемного. Здесь возникает сложность. Как быть? Потому что если это функция в этой компании еще не реализована, то вы конечно же не представляете полностью делать какие-то данные сейчас в сезон в том владении как его выбрать, как найти, как контролировать, как понимать сколько он прописан и вопрос и кстати в этом плане если эта функция уже в компании внедрена, то потом менять человека в разы проще потому что уже как бы раскачивать формат работы уже по крайней мере понятно что нужно делать какие отчеты с какой чистотой какие там есть такие там серых историй что он там не ошибается и так далее и так подобное но вот сложно именно вот этот первоначальный прорыв сделать только поэтому откладывать в этом плане прочитал в тое время оплаты на Тойосе и в принципе что когда выходитесь на новые рынки ну то есть много неизвестных конечно стараться изолировать эти факторы для того чтобы уровень известности был меньше но поэтому Тойота входил например в другие страны в Америку то есть и вот кстати говоря опять же там Игоды и вот дальше Рома да ну и что же так или иначе пошли на рынок методом франшизы да что тоже как бы сразу как-то уже может быть чуть меньше неизвестных уже были какие-то которые могут быть лабиретными вот с управленческим учетом я считаю что одним из выходов по крайней мере которым я пошел я абсолютно не жалею то что я для себя решил для меня гораздо важнее чем опыт и знания сотрудника сразу как бы то факт что он мне близко проверен и я ему доверяю поэтому я нашел в компании человека который на тот момент отработал все более четырех лет он эта девушка она занималась технической функции прошла хорошие пункты от начального руководителя отдела вот я видел что у нее отличная энергетическая способность отлично внимательности качества и решил что мне даже проще найти нового или там разбить нового руководителя отдела вот но с ней пойти вот в эту самую новую пункцию а что дальше собственно мы совместно обучили вот так и произошло что мы ее в эту роль перенесли и дальше начали совместно учиться прошли несколько семинаров обучающих и вот первое что делать в месяц сейчас около двухсотопровина лет прошло как с тем этим стали мы заниматься и в целом могу сказать что она отлично вставляется в вопрос доверия будущего и так далее это вот один на мой взгляд проверенный код так вот и третья сложность на этом хватит сегодня собственно это то что собственник обязан разбираться финансовых вопросов тоже момент чрезвычайно сложный и вместе с тем чрезвычайно важный собственно диподскому стихотипу ну это люди творческие люди увлекающиеся и больше лирики чем физики прямо скажем поэтому все то что касается цифр сразу кажется что ему неинтересным и вот опять в этом парадокс мы делаем бизнес зарабатывать деньги вроде это даже в уставах прописано но вместо тем это последнее чем мы хотим заниматься считая что этим либо можно вообще не заниматься но как-то само автоматически либо мы опять же доверим кому-то полностью включая как бы вот эту интеллектуальную составляющую в этом плане моя позиция состоит в том что собственник должен выполнять роль заказчика назовем это так этих данных очень хорошо понимать что считается уметь читать получаемые результаты и принимать на основании решения но вот все то что я до этого говорил это про как раз то что кто будет готовить потому что на это действительно уходит очень много времени вот в этом плане опять же история про то что работа должна быть в индиоте где собственник управляющий очень хорошо понимает что происходит и в этом отношении на мой взгляд это тоже надо себя поставить перед честным выбором либо вы через не хочу через сопротивление через неинтересность но все же заставляет себя в эту историку други разобраться либо опять же могу поспорить что годы будут идти и откроваться меняться будет не сильно вот тоже такой момент истины который надо прожить чем быстрее вы его проживете тем как мне кажется будет намного лучше а все остальное это детали потому что на самом деле есть огромное количество материалов по этому слову есть огромное количество курсов онлайн курс онлайн есть разные любые консультанты которые дальше как только вы поймете что вам этим стечется заниматься то именно этот момент на мой взгляд является ключевым понимание и внутреннее желание готовы преодолеть все вот эти сложности то остальное это уже тактика и есть много способов мы в свое время учились на компания Мегапрорыв вот это проект Михаила Магинова который сделал Мегаплан вот продал его сейчас у Михаила есть еще один интересный проект называется Финолог вот это как раз сервис для управления еще для малого бизнеса и в рамках этого проекта также есть ряд обучающих вот у меня есть несколько знакомых которые работают финансами поэтому если у вас вдруг есть желание я там так могу вам подсказать порекомендовать это главное понимание что это пара слов о том что очень правильное состояние вытекает да тогда когда вы а собственно говоря научились мерить то что у вас сейчас происходит во второе когда вы научились соотношить с какими-то цифрами сравнивать себя с другими или ну какими-то своими целевыми ориентирами и здесь мне тоже хочется пройти по тем постам которые существуют на иностранных рынках более раз западных для этого существует такая история как бичмаркетинг вот она подразумевает что у многим атроцем определенные так металомные показатели то есть то с чем вы можете сейчас сравнивать свой бизнес кстати вот Глеб сегодня тоже об этом говорил про то что даже инфрикаторы да они как бы в контексте проблему в чем проблема в том что такой бенчмаркинг в России практически отсутствует в год ну и более конечно он развит на тех рынках где работают крупные компании крупные компании у которых отчеты открыты в нашем случае например у компании яндекс на руку в принципе финансовые отчеты они публично они известные если есть баня любой может посмотреть на там миллиарды выручки прибыли какая динамика по отношению к и так далее другой вопрос например вот на там интернет-агент скажем наложить динамику там в янекс невозможно немножко разные компании и так далее второй путь сложный но возможно это друг с конкурентами я бы сказал что вероятность пройти по нему она близка к нулю но тем не менее я о нем скажу что для того чтобы вы двигались вперед раздевались конечно достойный вариант это когда вы налаживаете определенную дружбу с вашими конкурентами и в той или иной степени умеете обменяться этими цифрами как-то поставить в этом плане что-нибудь заряжает больше энергии чем внимания в том следующий пункт он попроще и речь идет о том что если ваш товар или услуга после ваш клиент он достаточно сильно географически ограничен то компании которые занимаются аналогичными деятелями в городах конкурентами не являются они скорее являются вашими коллегами по цеху и если вы не поленитесь а также потратите какое-то время денег на то чтобы проект ищет знакомиться то в этом плане вы можете получать эти цифры на порядок проще чем получите этот план средние показатели по больнице а вот тут можно говорить о том что я для себя придумал такую картину но тем не менее для услугового бизнеса я считаю она вполне неплохой то есть если у вас есть 10% от оборота я бы предложил это отменить на троечку но в предварительных меньше соответственно это четко в предварительных если 20% то четверочку вот 30% и выше пятерочку вот вот такие показатели тоже вы можете например себе по диполту не общаясь конкурентами попробовать на себя наложить посмотреть ну и последний пункт это пункт такого относительного прироста то есть что бы у вас не было сейчас вы всегда можете условно говоря да там вред ставить плюс еще сколько-то не обязательно для этого узнать какие-то абсолютные значения можно можно всегда просто оттолкнуть до следующего состояния прибавить несколько процентов и дальше с этой планочкой и работать дальше для тех из вас кому все же требуется побольше конкретики вот я очень быстро за пару минут покажу примеры той верхушки айсберга которую мы за две половины года в нашей компании смогли реализовать первый пункт это то что уже больше трех лет в нашей компании реализован тотальный таймпрейкинг поскольку мы по сути подаем время наших сотрудников то нам надо понимать что это есть трекицы на которых мы основываемся и умеем их как-то потерять поэтому мы в свое время воспользуемся готовым сервисом для трекинга это сервис карвис вот затем в дальнейшем через пару лет мы могли реализовать эту собственную традиционную на сегодняшний день все от офис-менеджера до меня тотально в свое время по категориям клиентов и так далее на эту тему мы написали подробные руководства пользователя политики и прочее у нас есть механизмы контроля выполнения проверки и так далее на основании этого мы можем выстраивать на самом деле в любом трезе огромное количество отчетов данных и так далее в том числе именно умея определить затраты давайте вот ну уже постраиваем соответственно кучу разных отчетов то есть прибыль по каждому месяцу сравниваем с прошлыми годами строим прогнозы вперед смотрим на доходы с прогнозами за ответ на распределение по нашим футам и то что это ну вот самые показатели прибыли сотрудников устраиваем отчет рентабельности клиента в котором принимаем собственно говоря насколько пришли любить клиенты в каждый месяц у нас есть диагностические карты клиента которые мы для необходимости заход строим в которых понимаем какова прибыль каковы настрой имены распределения другому клиенту нам взорвали время это помогает принимать правильные управленческие решения и перефирировать свои деятельности соответствующие сообщества являются целевые показатели расчетов менеджера и так далее то есть так же мы принимаем доход прибыль как цель соотносить с платком и прочее я получаю отчет более чем на 40 страниц где есть много информации она удобно видуализирована хорошо представлена я понимаю как ее интерпретировать понимают говорят что делать дальше и это на самом деле очень помогает работать собственно готов переходить к завершению и завершение состоит в том что вот те сложности те моменты о которых я рассказал вот с точки зрения моего опыта предпринимателя у которого до определенного времени достаточно долгого всего этого не было и потом появилось на мой взгляд именно это является ключевыми моментами которые нужно осознать себе перебороть перенастроиться и вот прорваться вперед тогда в общем и целом все будет хорошо правда под конец тоже чуть-чуть горькой истины вот она представит в том что на третье преобразование требуется достаточно много времени опять же строить систему с нуля на мой взгляд на то чтобы опять же сотрудника как-то обучиться научиться строить первые данные стабилизировать эту систему нужно в среднем от 6 до 12 месяцев так же что говорится про какие-то реалистические сроки вот и это только то что вы научитесь правильно понимать что сейчас происходит а дальше соответственно с этим пониманием нужно вносить коррективы и принимать сложные решения сложные решения да это научиться на чем-то экономить это может быть с кем-то расстаться как сотрудник с клиентами а перед тем как расстаться можно прожить все проявления эффекты допустим какие-то компенсации можно до проекта до конца или до какой-то точки где будет возможно восстановиться таким образом на то чтобы было почувствовать результат нужно еще где-то 6-12 месяцев после того как картинка получена то есть вот как мне кажется для того чтобы появились значимые классные инспекции результаты ну вот получается от сегодняшнего момента как минимум год должен пройти вот и чем быстрее этот год начать проживать коварно она вроде долго а вроде быстро заканчивается чем быстрее этот год проживется и результаты по крайней мере на нашем опыте становятся кардинально иные вот этого я вам всем желаю спасибо спасибо